Ты знаешь, Серёж, просто как бы вот сейчас ощущается, и ты там в передаче говорил, что отхождение от мира ощутил, да, как бы вот дух отводит, да, от суеты, от всего этого. И я это ощущаю очень сильно. И такое чувство, что уже именно настолько коротко и близко к концу, что Господь уже даже то, что там любил, чем-то увлекался, всё это закрывает и выводит уже как бы на финишную. Потому что Отечество наше не здесь. Господь-то так и сказал сразу, обретите царствие внутри себя. Мир-то он тоже не только снаружи существует, он же и внутри человек обязательно, он живёт этим миром и внутри себя, правильно? Вот он переживает на что-то, надеется, чего-то ждёт. Вот. Так же и Царствие Небесное, оно существует. Мы пока его хоть и не видим, но оно так же полновесно существует внутри нас. Конечно. Вот так когда отлепляемся от мира, вот мы и остаёмся в нашем Царстве. Причём, понимаешь здесь, как получается, вот насколько сейчас в Церкви подмена у нас не учат этому. То есть изначально тому, чему учили апостолы, именно та простота Евангелия, где Господь говорит, понимаешь, в простоте, как стяжать Царствие Небесное и где оно. Ну, то есть вот именно та живая проповедь, её сейчас нету. И вот это вот наружное всё настолько заняло умы и силы всех людей, что, ну, обрядность, обрядность к другому обрядность, понимаешь? А простота-то она в чём? Он действительно сказал, не ищите Царствие, но внутри вас. То есть, ну, казалось бы, как просто, да? То есть сказал ясно и чётко. Ну, учите, смиренный, кроток сердцем, да? Всё, вот он ключ. Вот, казалось бы, просто открыть, как его, опять же, это надо узнать о том, что человек – это не только это мясо его и плоть его, что человек, по сути, это внутреннее состояние его, а не кожа, кости и мясо. Вот, а человеку тут тяжело осознать. Ну, как? Я вот говорю, вот человек, они приходят, допустим, я говорю, вот смотри, мы сейчас с тобой общаемся, да? Ну, плоть – это всего лишь видимая оболочка. Вот это материя. Ну, общаются это, не плоть общается, а наши души общаются. Конечно. Естество. Ну, а как вот человеку это понять, это как это осознать? Это же тяжело в это поверить. Потому что то, что невидимо, в это верить можно. А вера, она не просто появится. Серёж, ну, ты скажи, значит, вот, твой опыт духовный, да? Ты идёшь путём там умного делания молитвы Иисусова или в чём заключается? Я не знаю, это от Бога им даётся. Так что, я думаю, люди рождаются, их сразу видно. Вот, он ребёнком ещё, допустим, возьми, двух детей, они совершенно разные. Вот, есть духовные люди, а есть плоские. Не знаю, это как-то, это заметно сразу. Ну, бывает, бывает в жизни и перемены серьёзные какие-то с людьми происходят. Вот, то есть человек из плоского духовного перерождается. Этому нету объяснений, поэтому я так, я, ну, я всегда ощущался, что мне, допустим, неуютно вот в этом теле, даже когда, в будущее. Но я, правда, верил всегда, вот, а всё время я понимал, что это вот не так всё должно устроено быть. Вот, и когда я уже узнал о Господе, вот тогда я вот поискал, вот оно, вот оно то, что я искал. Ну, знаешь, я вот вспоминаю себя, ну, когда мне лет 30, наверное, было, вообще я с детства был в юности очень влюбчивый, да, ну, там, лет, там, 12, 13, 15, да, и, ну, наверное, все этому подвержены. И вот, допустим, страдаешь внутри, открыть не можешь чувства, да, и это страдание, ну, очень большое внутреннее, понимаешь, душа томится, переживает, и это по жизни было очень долго. И вот где-то мне ещё было, наверное, лет 25 тогда, я некрещённый тогда был. И я, как вот, как сейчас, помню, стоял на остановке там, и мне пришло такого, как бы, ну, не назвать это озарением, но мне пришло такое разумение, да. А зачем ты допускаешь до себя эти чувства? Зачем ты даёшь войти этим чувствам и тебя, так сказать, мучить? Ты, так сказать, не допускаешь их, понимаешь? И вот как-то это не только пришло разумением, но и оно действенно начало действовать, понимаешь, внутри. И после этого как-то, потом, глядя на кого-то или что-то, прям такая вот дистанция, и вот это был, наверное, такой первый опыт реальный в моей жизни, когда действительно он принёс плод, и душа почувствовала облегчение, понимаешь, о чём я? Ну, это борьба со страстью, чёшь, понятно, конечно, но как её достичь? Человек, допустим, я до 30 лет не понимал. Я осознал такой страсти, что есть вот то, что плохо нельзя, да? Ну, я-то особо с этим не боролся, потому что не понимал ничего, что с этим бороться-то нужно. Ну, здесь-то момент интересный, что я ещё крещённый был, я и Бога-то не знал, и ничего, и вот такое действительно действие очень интересное произошло. Я счастливый то, что не ходил туда вот в эти храмы, где вот не говорят ничего, ну, подобного о духовной жизни, вот, как о рождении слышу. Ты знаешь, я даже попробовал разговаривать со священниками и даже с монахами вот на эту тему о Серафиме Сноровском, о стяжании духом. Когда я читал Серафим Сноровского, как-то в меня это вошло, и я это, ну, дал Боженька прочувствовать эту тему, да, в чём она, вот, глубина её и смысл по естеству. И когда я начинаю разговаривать со священниками о Анне, буквально я чувствую, отвечают, а сути даже они не поняли и не вошли. И дело в том, что в основном-то, ну, как Господь же не зря сказал, что я скрыл от мудрецов и открыл детям. И получается, что вот в основном, там, семинария, академия, она даёт знания, она даёт на уровне ума. То есть, да, они знают о вере, о догматах веры, там, о всё, да. А дело в том, что сама вера и сам опыт духовный совсем другое. То есть можно знать догматически всё, а опыта духовного внутри не иметь реального. А познание Бога как бы живого внутри, понимаешь, через опыт, это совсем другое дело. И здесь как бы и видение, и глаза открываются, ты совсем по-другому чувствуешь. Если кто-то говорит от ума, Господь всё даёт понять, что это не то. Он не прошёл опытом, понимаешь, хоть и монах там. Допустим, с одним монахом, он говорил, с эромонахом, молит Иисусовой, а он говорит, а я не занимаюсь ей. Я говорю, как ты, как бы, эромонах, не занимаешься. Он говорит, я, говорит, начал заниматься молитвой Иисусовой, а на меня такая братья поднялась. И братья поднялись, и все, и я перестал заниматься. Вот. Я просто вспоминаю, я-то вот церковлён был лет 12, наверное, ходил в церковь. Я вспоминаю то время, как мы горели. Это было, были где-то там 90-е, 90-е годы, где-то я начал с 94-го года ходить. И вот тогда книги только-только появились первые, духовные такой там, где-то самые, да, где-то там просто напечатанные, да. И я помню, вот, с какой радостью я бежал домой, там найдёшь какую-нибудь книжку, где-то достанешь и бежишь, а вот задыхаешься, скорее прибежать, сесть и начать читать это, понимаешь. И настолько это прямо впитывалось, входило, да. А сейчас я смотрю, вот, с кем, ну, приходится общаться, им даёшь книги, а у них, ну, полное как бы вот, ну, что-то почитал, что там посмотрел. Вообще ни горения, ни интереса, ни желания к этому не наблюдаются. И я больше по жизни иду по сердцу, по чувству. Вот как-то вот и людей так Господь даёт чувствовать, и всё. И когда я начал читать Евангелие, буквально там с первых страниц, ну, меня это настолько поразила, эта книга, да, я сразу понял, что я всё, что раньше читал, понимаешь, это было не то. Потому что, когда я начал читать Евангелие, я сразу понял, что от какого-то озарения такое, что это недостаточно просто читать. Как книжку читать недостаточно, надо действительно тут же начинать и делать, как там написано. Вот так вот. И потом, когда я начал ходить в церковь, когда я начал ходить в церковь, то я слушаю проповеди, а это, ну, как подмена, понимаешь. В Евангелии написано одно, а там другое совсем, понимаешь. И душа живого хочет, а там в общей фразе, ну, делайте добро, ну, там, так сказать, не осуждайте, вот такого, понимаешь. И начинаешь искать людей, там, кого-то, ну, кто-то, там, быть такие просветлённые, допустим, опытом что-то прошедшее, и никого не находишь. С одним поговоришь, с другим поговоришь. Да, умных много. Там, знающих Евангелие, чуть ли не наизусть, там, и Ветхий Завет изучающих, но именно вот как бы, ну, душа чувствует, что, ну, не то что-то. Это не то, недостаточно умом, надо действительно опыт живой, понимаешь. И вот тогда, ну, что, книги читать начал, причём начал сразу читать такие книги, как, там, Отечник, Добротолюбе, понимаешь, там, Игнатия Гринчанинова, там, по-моему, у него семь или восемь томов, да, вот такие, то есть, сильно аскетические. Ну, ясное дело, мне, прости, Господи, снесло головку, я там сразу и семьи бросил, и всё, и типа в монастырь бежать, понимаешь. Ну, слава Богу, да, ну, слава Богу, как-то батюшка там меня на место посадил, осадил, так сказать. За что, конечно, я тогда ему благодарен. Но у меня-то что произошло? От чтения в захлёб всех этих книг я начал о них говорить, ясное дело, понимаешь. Ну-ка, попугай. Начитался, меня это всё увлекло, и говоришь, говоришь, там, другие рот открывают, о, сколько он там знает, и всё такое. А потом, как бы, ну, настолько опять боженько дал прочувствовать, что одно дело говорить от ума, от прочитанного, как бы плавать в отцах святых, в Евангелии, там, вы знаете, величинином плавать, как бы, и говорить, и на вопросы буквально на автомате отвечать. Вот. А совсем другое дело опытом. То есть, у меня был просто такой момент. Я общался с одной женщиной, ну, тогда глубоко верующая, и говорил ей от Игнатия Бринщинова, там, ну, какой-то мы тоже духовный момент коснулись, и говорю, 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 ну, где-то на полчаса вот прям вот по книжке говорю, говорю, говорю. Всё, потом, как бы, у меня бах, я оборвалась, всё. То есть, ну, как бы, это в уме всё крутилось, понимаешь, я ничего сказать не могу. И вот в этот момент, как бы, боженько дал почувствовать, что одно дело говорить от ума, хоть ты где-то в мале там коснулся этого опытом, а совсем другое – дух. И вот с тех пор как-то, ты знаешь, вот такое же мнение пришло, что всё, милый мой, оставляй книжки, оставляй всё начитанное, оставляй всё, что ты там вот это вот прошёл, считай, что ты уже там духовный, оставляй и начинай всё как с белого листа. То есть, всё, опыт там, хотя я и тогда там молился, там постился, но как-то вот опять как сно с чистого листа и опять вот сно с первого начала. И получалось у меня так, что Господь как-то вёл больше, ну, опытными какими-то моментами, да. Ну, допустим, я там читаю молитву Иисусову по чёткам, понимаешь, я там, значит, пост у меня пощусь, я там читаю, значит, отечественника, отцов там ещё что-то, да. Вот. И дело в том, что вот когда занимаешься молитвой Иисусовой, да, там по многу раз вычитываешь там, допустим, тысячи, две, три, пять до десяти тысяч, да, и потом нарабатывается как бы, ну, говорят, молитва самодвижущая, да. Когда она как бы начинает, он как маховик вращаться потихонечку, да, и благодать уже в тебе как бы маленечко присутствуешь, и ты читаешь её, и ощущаешь это состояние, и чуть ты согрешил, ты её теряешь сразу. Это очень удобно, потому что, ну, любой момент такой, где вот ты согрешил, Павел, ведь мы всегда грехи свои видим, да, есть явные грехи, а есть как бы такие вроде бы незначительные, может человека обидеть. Мы это как бы и не обратили внимания, благодать теряем сразу. У меня были такие моменты, что я, допустим, занимаюсь там делами, у меня мастерская была здесь рядом в комнате, я занимался лезьбой, там, художественно вязал иконы, там, распятие, всё такое, а жил с мамой. Ну, вот она там приготовила покушать, да, и говорит, ну, иди там покушай. Я там пришёл, поел и пошёл опять в себя в мастерскую. А она говорит, ну, Саша, ты там это самое, сбегай за хлебушком. А я как бы такой, ну, мам, сейчас я там доделаю, от него дорезать там, потом сбегаю. Понимаешь, захожу в мастерскую, сажусь, а чувствую, молитвы нету. То есть я её пытаюсь, а она нету, понимаешь, молитвы. Я сначала это как бы в недоумении, а потом как бы такое сразу как озарение это согрешил. Понимаешь, то есть тебе мама сказала, да, это же послушание. То есть сходи за хлебом. А я как бы вот, ну, подожди, я сейчас свои дела доделаю, а потом сделаю. Малый, маленький грех и благодать раз сразу Господь перекрыл. Понимаешь, что получается. И я такой сразу ускакиваю, Господи, прости, Господи, ведь для нас-то самое главное, что это потеря благодати. То есть вот ад здесь на земле, это жизнь без Бога. Это уже ад. А тем более, когда ты хочешь маленькую силу благодать, да, и ты теряешь её. Это вообще, так сказать, ты уже просто не можешь, просто задыхаешься без неё. И я бегу в магазин, и сам внутри там сокрушаюсь, плачусь, Господи, прости, Господи, прости. Понимаешь, что я вот так вот невнимально поступил. И пошёл там хлебушка, тоже взял, обратно еду и чувствую, маленько полегче отпустил. Домой принёс, маме говорю, вот возьми там, прости меня, что я так и сразу раз, и пошла молитва. Понимаешь? Да. Вот она, молитва Иисусова, она как светильничек, понимаешь? То есть вот ты идёшь и освящаешь впереди. И когда она есть движимая благодатью, ты чувствуешь, что ты идёшь под покровом, всё правильно. Только чуть влево шаг сделал или вправо, а не туда, от пути Бога. Послушай, а если ты не молишься, вот, молитва Иисуса, то у тебя нет такого ощущения. Вот эти связи с Господом. То есть нужно обязательно молиться, чтобы обрести вот эту вот благодать. А так? Ну, я просто рассказываю о том пути, каким я шёл. Можно и без молитвы Иисуса? Не, ну вот ты рассказываешь, я понимаю то же самое. У меня оно постоянно, вот это ощущение. Чуть я где-то согрешаюсь, я теряю связь, Бог умеет и чувствует. Да. Очень, очень чётко ощущаю это. Вот сразу, сразу восстановить это состояние. Ну, здесь же, да, видишь, иногда мы-то согрешаем, мы видим, что согрешили, а иногда бывает такое, что мы не понимаем. Нет, Господь всегда подскажет. Дух, Дух всегда обличит тебя, если где-то что-то как-то. Да, да. Вот другой момент, смотри, рассказываю тебе. Иду, значит, в церковь. Ну, у меня пешком где-то с полчаса, наверное, до храма было. Иду, повторяю молитву Иисусовую. Ну, всё спокойненько, всё нормально, ровно идёт, там без восторженности, всё как бы тихенько, да. И на полпути, смотрю, теплотрасса идёт, да, и она как бы там изгиб, оголилась она от, ну, там специально покрытие на ней, чтобы не воздействовала там температура, допустим, пониженная. Вот. И на этом красной изгибе мальчишки прыгают на ней. А она там, труба вот так вот проходит свободной, она как бы вибрирует, они подпрыгают там на ней, да. Ну, во-первых, и упасть смогут, да, там высота приличная. И как бы я смотрю и говорю, мальчишки, ну, что вы делаете-то? Я говорю, ну, сейчас либо упадёте, либо просто от вибрации труба просто может лопнуть, понимаешь? И ну, вас же кипятком там ошпарит, и перестаньте. Вот. И иду дальше, понимаешь? Иду, чувствую, что-то произошло. Нету молитвы, нету благодать. Я такой, опять же, Господи, что-то я не то сделал. И сразу как бы разумение, как бы озарение такое. Ну, а ты как сказал-то это? Без любви, с осуждением, всё. И уже благодать отошла. Вот такой вот Господь как бы этими моментами учил душу, что такое благодать, как её хранить, понимаешь? Как она стяжается? А, конечно, есть ещё момент прелести. Потому что… Я сейчас вот о молитве Иисусу я дополню. Я пользуюсь молитвой Иисусу, когда у меня вот именно идёт недостаток. Ну, или нападки вот такие бесовские, когда через боль пытаются меня вывести. Вот у меня боли невыносимые просто. Очень сильные. И по ночам. Вот тогда я пользуюсь молитвой, когда у меня идёт недостаток. То есть вот… А так у меня нет нужды в молитве вот в этой или в другой какой-то. У меня постоянно идёт этот моторчик, даже ночью работает. Я во сне даже слышу сам себя, как я молюсь. Но здесь же, видишь, Серёж, суть-то в чём? Что молитва – это не сама цель. Молитва – это всего лишь средство, чтобы соединиться с Господом. Чтобы очистить ум от помыслов. Да? Да. Я же забываю. Вы же в миру живёте. Вам надо как-то от мира ограждаться же. Да. Чтобы очистить сердце от страстей и от всего. И тем более сейчас, видишь, вот допустим, каким путём меня Боженька вёл через умные делания, то сейчас им идти очень сложно этим путём уже. Потому что, скорее всего, люди будут впилить впадать. Потому что сейчас очень велико самомнение, самоуверенность… Да, конечно. Вот с этим интернетом, с этой информацией сегодня каждый себя, я не знаю, там, оракулом считает. Поначитаются люди и всё. Они уже за полгода две брошюрки прочёл, уже всё равно у меня своя вера. Я так верю и так понимаю. И всё. Поэтому спорить сегодня с кем-то и что-то доказывать там. У меня своя вера. Господь как сказал? Когда приду, найду ли веру? И сколько голов будет столько веры в земле? Оно вот сегодня так и случается. А сегодня вот они правильно… они ж… сектанты, юридики заявляют как… А чё? Давай ты к вам придёшь в православие, там тоже нет единомыслия у вас. Сколько у вас там людей, сколько священников возьмите, столько и веры. Ну вот смотри, вот ты имеешь общение не только там в скайпе, но и с людьми общаешься, да? Ну с кем-то есть у тебя единство в духе? Ощущаешь ты? Конечно. Ну так в реалии нет, а в интернете много людей. Ну конечно опять же, единство стопроцентного нет опять. У каждого понемногу своего, но это я считаю в норме допустимого. А в целом там в норме догматов, допустим, там нет отступлений. Так по мелочам вот где-то кто-то… Я так думаю, я так думаю. А так рядом, чтобы люди какие-то были… Нет, я говорю, не было бы интернета, это какая… Это жажда какая была бы вот так духовная. С кем-то даже поговорить невозможно. Мне первые пять лет вот когда только Господа обрел в сердце своем, да? Ну вот сердце-то переполняет, сердце выплескивается из него. Ну хочется, ну хочется хоть с кем-нибудь, хоть с кем-нибудь. Родители говорят, ты с ума сошел? А мне, я не понимал, что там происходит, а мне просто хотелось общения. Интернета не было первые годы. Да, ну мне повезло, видишь, здесь маленечко… Я тоже сначала искал общение где-то с людьми, где-то со священниками и не находил. Ни с монахами, вот именно более поглубже, понимаешь? И мне попроще, мне Боженька послал человека, ту же жену, которую мы… С которой мы как раз этот путь уже где-то лет 15-го проходим, и как раз вот это единство начинаем обретать. И я здесь, знаешь, что ощутил? Насколько Господь премудро вообще вот дал людям семью. Понимаешь, что такое семья? Это действительно мало церков. Вот не надо никаких монастырей, ничего. Просто вот муж, жена, да, ну и отношения и все это… Он… у него свои страсти, у нее свои страсти. Но вы верующие, да? Вас Господь соединил, вы там венчанные. И вот сам этот процесс – год, два, три смирения, прощения, понимаешь? Каких-то прижиманий своих там обид, что-то вот такое. Научение именно Боженьку благодарить за все это. И вот это… ну это целый монастырь. Настолько премудро все это происходит, что, по сути, никакого наружного общения-то и не надо. Никаких ни друзей, ни подруг – вот этого достаточно. Понимаешь? Ну, когда человек цельность обретает… То есть, когда Ева-то была взята из ребра, как написано… Ну да. Ну это как? Это простоте перевода, да? А если в греческом переводить, то это грань. То есть, это одна из граней Адама. Вот у этого очень глубокий смысл. То есть, соединяясь сегодня, вот как должно… Единоплоть, да. Да, одно существо. И если это в жизни найти, я не знаю… Большего счастья, наверное, нет на земле. Когда ты ощущаешь себя одной плотью. Да, нам Боженька как раз дал это испытать, состояние. И тем более, что действительно, когда уже с годами смотришь… Ну это так здорово, вот это все перерождение. И действительно, помнишь, как Силуан Афонский говорил, что когда увидишь Господа, да, и какой Он кроткий и смиренный, и хочется одного еще больше смириться. Так и здесь, вот постигая этот мир какой-то, гармонию внутреннюю, еще хочется больше как-то и смириться, и чтоб это единство все больше и больше было. И вот здесь как раз, вот, маленькая тайна есть, да, потому что, вот как, Царство Небесное, Отец, Сын, Дух Святый, и все в едином Духе, да, все в любви, и все в гармонии, никакого противления, ничего нету, да. А здесь, в миру, одни другим противятся, спорят, раздражаются, в чем-то не сходятся, да. Я поначалу думал тоже, ну как вот, с одним говоришь, здесь сходится, здесь не сходится, здесь. А вот здесь, действительно, Господь дал постиг, что да, и здесь можно ощутить Царство Божие внутри себя, и обрести гармонию в семье, в единении, именно Царствие вот этой любви, кротости, понимаешь, единства. Это возможно. А когда, допустим, еще-то появляется, еще и один, еще человек, и это вот общение идет, допустим, там двое, трое, четверо в едином Духе, нет никаких возражений, нету противления, все понимаемое, все открываемое, просвещаемое, понимаешь. И тогда, когда вкушаешь вот это общение, да, и уже не хочется общаться с теми, которые противятся. Ну, я послушаю, ну, мнение у тебя свое, ну, оставайся. Принцип духовный такой, что если ты говоришь, и человек вмещает, да, потому что ты говоришь уже от опыта, от мира, от любви, благодати, он вмещает, ну, хорошо, вместил часть, Бог даст, еще вместишь. А противиться, ну, я помолчу там, помолюсь. Если два-три раза противишься, ну, нету смысла общаться. Вот так, все просто. Я не знаю, сейчас вот есть вот такое явление вообще, это, я считаю, чудо, когда Господь по плоти показывает. Вот некоторые пары, я раньше видел, слышал, но это очень редко бывает. И, как правило, это муж с женой, они очень близки друг к другу. То есть, и они все равно парочкой, знаешь, ходят. Вот, и они становятся по плоти даже похожи друг на друга. Ну, есть такое, да, есть такое. Вообще удивительно. Настолько люди меняются, буквально вот за эти десять лет, десять лет назад еще вот, ну, идешь по городу, видят, что борода вроде как бы, ну, по лицу человека верующий. Кто-то подходит там, что-то спрашивает, что-то души спасения, какие-то вопросы задают. А сейчас вот, если выходишь на улицу, я просто продолжаюсь, понимаешь, как будто меня не видят. Или просто Господь как-то покрывает. Ну, такое ощущение, вот, я иду, туда пошел, сюда пошел, никто меня не видит, никто к мне не подходит, ничего не задает, как привидение. А это уже не диковин, это людям уже, в принципе, надоело. В начале девяностых, правильно, тогда изголодались люди по религии, по всему такому, вот, кинулись-то все и в секты всевозможные, и в православии люди потом говорят, какой был. Ну, а сейчас все уже, сейчас вообще средства массовой информации против Попов-то идет сейчас какая-то травля на РПЦ. Ну, по большей части правду говорят, ведь так и есть все, так и происходит бизнес. Устроили там, в этой московской пудриархии один. Чего же хотят опять людей-то спрятать? Золотые купола эти, магазины, говорит, в Москве там, роскошные такие эти стоят лавки, там что, зайдешь, чего только ничего, одно золото там все поувешано, цены неимоверные в этих лавках и кулончики, и перстни там, и вино продают, и все, что хочешь. А вино, говорит, акцизой даже не облагается, то есть налог не платят за вино. Ну, еще осталось сигареты завести только. Угу. Поэтому, конечно, на то и напоролись, чего боялись. Ну, я так понял, ты в церковь не ходил, не воцерковился, да, в смысле до травмы? Слово воцерковился, я его не понимаю. А воцерковился еще? Не, ну, в смысле... Что надо делать? Ну, да. Я понял, о чем ты. Я понял, о чем ты. У меня было в один день, я просто, озарение пришло, Господь рождение дал, новое рождение, я родился от Бога, и все. И просто в один день, какие были у меня страсти, привычки, я от этого отказался в один день просто. Отрезал и все. И выбросил. И стал новым человеком. Ну, может быть, это и есть воцерковление. Ну, да. Это, может быть, заменили слово рождение, как Господь сказал, вам надо родиться. Подменили, подменили. Да, его заменили, да, вот на это. Да, подмена. Он мне сказал там... Надо воцерковиться. Я вот у всех спрашиваю, а что это... Ну, кто говорит воцерковление? Я говорю, а что это надо сделать, чтобы воцерковиться? Что именно надо? Ну, в основном это к чему сводится? Научиться, как входить, как свечки ставить, значит, как поклоны ложить, как правильно там ручки слыть перед причастием, то есть, знать определенные молитвы, там, и книжки определенные, вот и все. А рождение духа – это совсем другое. То есть, внутренняя жизнь – это совсем другое. Это другое совсем. И когда действительно начинаешь, Господь к внутренней жизни тебя ведет, ты понимаешь, что такая разница, такая подмена сейчас происходит. И дело в том, что, ну, просто как тебе сказать, я вот просто замечаю, что с людьми воцерковленными, но с ними так сложно говорить. Понимаешь, ну, как вот буквально зашоренные. То есть, если о духе, о благодати, ну, это вообще не принимается никак. Понимаешь, проще с человеком неверующим объяснить ему Евангелие, и что Господь как нас учил, и что такое рождение духовства, нежели с человеком воцерковленным, начитанным всех этих книг. Наверное, кто с этим сталкивался, да? Ну, конечно, повсеместно, да это кругом. Люди себя верующими считают. Ну, спрашивают человеком, ты верующий? Конечно, верующий в крещеных, в церковь хожу. А кто? Сейчас все такие, сейчас 99% таких россиян у нас. Вот, а по сути-то, что верующий? Какая там вера непонятная? Ее же надо проверять сегодня. Как и апостолы правильно говорили, что надо проверять, как веруешь. Надо у каждого спросить, а как ты веруешь? Ну, да. Какая вера у тебя? Евангельская или какая? Во что ты веруешь? А, как правило, веруешь, верую, да. А в царстве, а в царстве небесном, что знаешь, стремишься или в царстве небесном? Ну, об этом рано еще размышлять, вот как правило. А что за вера тогда? Да. Ну, в общем, я мучился вот так вот, мучился, искал я там и батюшек, искал я там священников, и так я и не нашел ничего. И, ну, когда понимаешь, когда рождаешься от Духа, тогда, когда соединяешься с Господом, тогда понимаешь, где настоящая церковь-то. Она не в бревнах, она там не в зданиях, а она там, где двое, трое, там где единство, там где любовь, там где милосердие, действительно в Духе. Ну, конечно, а как можно приходить в то место, которое чуждо тебе совершенно, по Духу, совершенно люди непонятные собираются с чуждой верой? У вас совершенно разные взгляды и понятия о жизни. Как туда? Я ни за что бы не ходил в такое место. Я бы поискал таких вот подобных, допустим, своей вере, но если бы не нашел, то и так же бы не ходил никуда. Но здесь видишь, как получается все. Дело в том, что человеку оттуда вырваться очень тяжело. Понимаешь? Вот возьми, допустим, когда революция была и гонение началось, там храмы рушили, там на Соловки в лагеря ссылали, да? И многие там монахи, а тем более монахини, которые решились в монастыре своих храмов, они буквально в уныне находились. Понимаешь? То есть они там плакали, они вспоминали, вот у нас службы были, вот у нас там и пели красиво, вот у нас все было чинно. И вот этот момент очень важный, очень важный, потому что человек привык, вот он к душевному привык к восприятию. Красивое пение, ладан, благохание, он привык к душевному. И оторваться, ведь, ну и что, Бог-то он и там, он у нас требовал, и в церкви он был, так он и на Соловках Бог, он и везде. Бог, ты ж, когда ты его нашел, в сердце своем соединился, да, где бы ты ни был, а ты в мире, ты в покое, ты в любви. Вот ты это не прочувствовал, потому что ты не ходил, тебя как бы вот сейчас родил Господь, да, и ты этого чувства не знаешь. А ведь многие вышли, допустим, из Московской Патриотии, да, ну там вот не хотят поменять либо что-то, а они мечутся. Они вот, ну их тянет туда вот, вот тому батюшки там, там вот бороды, там рясы, вот все, понимаешь. Рождение для них, то есть здесь вот очень важный момент, мы пришли к очень важному моменту, да, что когда это рождение происходит от Духа, тогда тобой начинает руководить Господь. И Он уже говорит, где тебе находиться. Не так, как сейчас вот многие за компанию там выходят, да, там не поминают, кто куда, бегут туда, потом сюда метутся, потом возвращаются, потом опять, или там документы там разрешаются, сжигают их, потом снова берут, понимаешь, потому что они это все делают за компанию. А оно так не должно быть, потому что Господь не хочет, чтобы вы делали за компанию. Он хочет, сыне, дай мне сердце твое, ты ко мне прилепись, ты родись от Духа, ты меня слушай, ты води через умное делание в послушание к Богу, понимаешь. Через падение, через восстание, там, через прелесть, но постепенно входишь в послушание, и когда тебя уже руководит Господь, Он уже говорит, все, там находиться нельзя. Там уже до какой-то степени мы были, но сейчас находиться нельзя, все, выходим, чадо оттуда. И тоже причастие, допустим, как получается, что, как нам отцы святые заповедовали, да, когда-то невозможно будет ходить в церковь куда-то, да, ну, видите, там, водички святой, крещенской, там, просворочку, или там, кусочек, там, если нету даже хлеба, и помолитесь, и попросите Господа, вменись ее причастие, Господь причасти таким. Но дело в том, что, чтобы это сделать, нужно дерзновение, и без дерзновения человек не может этого сделать. И вот, когда Господь выводит, да, оттуда сам выводит, и Он душу аккуратно, нежно ведет, и причастие вот это, допустим, то есть с той водой, да, либо чем-то, Он уже дает дерзновение, да, вот у меня просто такие были моменты, я-то уже, ну, сколько, давно Боженька меня вывел, то есть, ну, где-то 2006 год, наверное, когда, вот уже там этот саммит был, да, Единого Всевышнего, там, все еретики-то собрались, ну, курицы-то, да? Не знаю. Вот, ну, тогда уже меня Боженька оттуда вывел, что там уже не надо находиться. И вот брань была, ну, от врага, от бесов довольно сильная, понимаешь, по ночам брань была не на уровне, как бы молитвы от делания умного внутри мир, то есть помыслы не бьют, как бы, но на физическое тело они могут воздействовать, там, щипают, томят, понимаешь, и буквально было такое, что он начинает там, ну, кишки вывать, и уже просто терпеть сил нету. Ну, ты меня сейчас поймешь, вот, по своему состоянию. И тогда вот были такие моменты, что вот среди ночи там где-то уже, ну, просто сил нет терпеть. И Боженька говорит, ну, вставай, вставай, давай вот мы причастимся, наливаешь там воду святую, там, просфорочку положил, Господи милостивый, прости, я там вот и не вычитал ни молитвы, ничего, ну, ты, прости мне грешно, умени, вот, ну, ты видишь, мы в состоянии, что просто терпеть не могу, просто физически терпеть невозможно. То есть, когда это делаешь благовением, стрепетом, по дерзновению, по его, как бы, вот, благости, понимаешь, и это потребляешь, пришел, дополз до кровати, лег, и вот все уходит, 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 и тишина, и лежишь, как у люлечки, тишина, благость внутри, мир, вот, что очень важно, понимаешь. То есть, вот, когда Николушка с острова залия-то, к нему один пришел, ну, этот, монах, он там в лагерях много сидел, он говорит, ну, как ты там, вот, отец, он говорит, да, все хорошо, терпимо, единственное, что не хватало причастия, а он говорит, батюшка Николай, говорит, что, что, воды не было, что ли, сухарей у вас? Воды, причастие, вино, а как водой? Какое там, какое вино в заключении, на Соловках, там, где-то, или еще, какое там вино-то? Там сухарь, если у тебя будет, то это, слава Богу, понимаешь? Ты говоришь, воды, ты говоришь, я причащаюсь водой святой. Да, я, так вот Господь причащает, ну, он ему просто сказал, что, говорит, у вас там не было сухарей, воды, то есть, ну, ты набери, помлились Господи, Господь вменит это причастие, понимаешь? У меня есть ролик, я делал подборку такую, ну, кто из наших последних отцов говорили, как раз вот по поводу выхода из православной вот этой патриархии московской. Они все равно говорили за то, что священники, должны быть священники, что будет священник. Может быть, надо просить, чтобы открыл, показал священника Господь такого, чтобы причащаться. Нет, здесь видишь, какая проблема происходит. Ты уже понял, что там подмена, да, простой веры, которую Господь дал, правильного, нету, а просто все обрядностью. А что такое обрядность, да? Это получается, что и священники, и все в прелести находятся, а они пути истинного не видят. И поэтому те священники, которые сейчас выходят, да, вот я там порой смотрю, там где-то по интернету, да, и вот они сидят, там отцы, типа, что-то еще вот говорят, вот мы там, типа, исповедники, мы там вот такие, мы выходим, а у меня плач внутри, у меня душа плачет. И как бы дух говорит, ой, да вы бы сейчас вот перед камерой сказали, чада наши, прихожане, простите нас, помолитесь о нас, простите, что мы, вот отцы, мы вас кормить должны духовно, духовной пищей, мы вас должны привезти в Царство Небесное, а мы сами не знаем пищу духовную, сами мы не знаем, как в это царство идти, потому что одебелили, одни слова, а духа нету. Мы в прелести находимся. Нам самим еще надо выйти из этой патрахи, из московской, и еще лет 5-10 где-нибудь там сидеть и молиться в какой-нибудь избушке, чтобы с прелести этой выйти. Конечно, я верую, что если он хотя бы вот вышел, да, священник, пусть он в прелести, но Господь час своих верных протестит, понимаешь? То есть, если он недостоин, Господь пошлет ангела, он за него это сделает, и они получат причастие. Почему просто? Ну, как бы я себя ставлю на место твое. Я, допустим, не держал бы сам бы причащаться, и не стал бы, я ждал бы. Допустим, я верю в то, что Господь все устроит. Ну, видишь, у тебя, во-первых, вот смотри, в каком регионе ты живешь, к тебе могут хоть с той, хоть с той, хоть с той стороны приехать, кто-то дозаедет, да? А представь, допустим, вот я на Камчатке, да? Да, да, да. Вот. И все здесь настроены против, и никого нет, и как? Потому что, да, вот, возможно, у тебя, а тебе и не надо дезиновения сейчас, потому что, ну да, может тебе какой-то верный приехать к священнике, причастить. Ты имеешь такую возможность. Я просто не подумал о положении таком. Да, да. А ведь я знаю, что есть, допустим, которые там вообще в лес ушли жить, там ни священника, ничего, понимаешь, и им надо жить духовно, и не унывать, и расти, и все. То есть, получается, что современные священники, если он даже в прелести, да, он может дать причастие. Он может окрестить, там, понимаешь, он причастить может, но мало кто из них может привести к Богу. Вот проблема-то в чем, понимаешь, потому что они по духу не родились, не знают, куда вести. Ну вот, как, я не знаю, это у них конкурс какой-то проходит. Вот они сейчас, как бы, один у них, у них дух, есть вот какой-то непонятный дух, вот это вот, что они друг на друга похожи все, они одинаково говорят, в одинаковом тембре даже у них, риторика у них у всех одинаковая. Ну, да. Вот, заступаются они друг за друга. Начинают что-то говорить против того, или, допустим, обличать его священника, ух, там такая всплывает сразу защита, самооборона, что-то не хочется и дальше говорить с ним. Так вот, в том-то и дело, что не могут и не сказать с Господом, что я кроток и смирен. Нету этой кротности-то и смирения. Вот посмотри, движение непоминающих, да, вот они вышли, и тут же, вместо того, чтобы как-то вместе всем стараться быть, они тут же разделились на несколько движений. в несколько частей. Одни в Петербурге, одни на Афоне, одни здесь, и между ними уже почти на прогласии. Мало того, что уже эти разделившиеся начинают между собой там делиться, пучковаться. Понимаешь? Ну, и все разрушится, это не от Бога вот это вот дело. Не надо сейчас там ни соборов, ничего, а надо... Сейчас сидеть и ждать надо. Да. Вот, если ты даже вышел оттуда, то сиди там где-нибудь. Ну, благо, если там найдется один или двое по духу тебе, да, вот и сидите, тихонечко молитесь и никуда не вылазьте. Даже вот это вот, как бы, бежать куда-то там, как многие говорят, надо там в деревню ехать туда, и это тоже от ума больше, потому что... Куда ты убежишь? Все правильно. Слушай, что сатана тебе везде найдет. Куда ты убежишь? Потому что получается, что когда ты в Боге, да, когда Он тебя движет, тогда для тебя самое главное не место, где ты находишься, в городе, в деревне. Ты в Боге. И для тебя нету равенства, останешься ты живой, или тебя съедят, или убьют. Как апостол говорил, для меня и жизнь... Радость и умереть, благость, да, за Господа. Так и здесь. У меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Да, и так и здесь. Но ты главное в Господе, а как уже там? Ну, нету смысла там еще год прожить, еще там пять лет прожить. Господи, будь воля Твоя, если надо, ты выведешь куда-то. Оценивать по ситуации, не всем-то выходить, конечно, надо. Где-то люди, может быть, идет какое-то просвещение, допустим, где-то в храме каком-то. Есть еще и священники, которые учат по Евангелию. Я знаю таких священников, которые стараются учить, но наоборот они видят то, что паства такая, что люди не желают разумляться. То есть им эта вера не нужна, евангельская. Они идут туда за верой языческой. По сути-то паства сейчас не особо найдешь, они сами говорят. Потому что люди не интересуются вечной жизнью. А священники-то есть такие еще. Ну, как Игнатий Вячеслав говорил, рассмотри, разберись, выйди среди этой. Понимаешь? Я не против. Конечно, для каждого, может, там регионы или страны, свое время настанет, когда Господь через сердце своему сыну скажет, что пора, пора. Это для каждого будет свое время. Против этого никто ничего не говорит. Христиане православные знают об этом прекрасно, что придет такое время. А эти споры бесконечные, там, выходить, не выходить, так, не так. Ну, это просто можно вечно этих вести разговоры. То есть каждый должен заниматься своей душой. А ты знаешь, я молился Господу вот о том, о благодать в Московской патриархии. И мне вот такое пришло как бы разумение, что, ну, понятно, сергианство там, и в основном епископы все были в звании там, да, чекисты. То время, конечно, не будем брать. Но просто вот когда была война Великой Отечественной, да, и миллионы вот этих солдатов, людей убиенных, хоть все равно между ними были верующие. И потом очень многие, то есть это своего рода искупления, как бы было, за отступничество наше, да. И потом на войне, как правило, очень многие к живой вере приходят. Живой вере, то есть он молится, Господи, меня там, ну, сохрани-ка. И вот почему Господь сохранил благодать в этой патриархии, потому что в нее влились очень многие, давшие обет. Понимаешь, то есть они сказали, что Господи, если живой останусь я, да, я чудеса вижу твои, я буду священником, я там монахом буду. Ну, та же Лавра, допустим, Скопичевская, там же много ветеранов было, понимаешь. И люди, пришедшие сюда, они имели веру живую, детскую. У них не было там академии, семинарии, у них детская вера, и вот за счет этих еще как бы там были и таинства, было и крещение, и все. Но просто вот чем дальше, дальше, дальше отступление, там, всемирные церкви эти, да, потом и саммиты, все это, и все дальше, там, с католиками, и эта благодать, все меньше, меньше запредательства, архиереев, и вот этих вот, понимаешь. Вот, и сейчас там уже крошки, ну, крошки, и то-то может быть у батюшек, которые такие, как бы там, ну, страх какой-то имеет, но уже, и это уже на исходе, так вот, как-то вот мне открылось. То, что я вижу, вот, молодые, особенно священники, что они сейчас, вон, и в 20 лет, и в 25, как, не по-моему, дети, ребенок, он учит чему-то, стоит там, людей пожилых, да кто тебе сюда посылал, какой ты вообще имеешь право, куда ты лезешь, а? А ты знаешь, я, вот, когда в церковь ходил здесь еще, да, у нас как-то, у нас была одна церковь всего, вот, на весь город одна церковь, понимаешь, ну, батюшка, слава Богу, был такой, как бы, ну, вот, душевный, можно сказать, такой вот, и, все-таки, какое-то там, ну, хоть в Мале благовение было, понимаешь, как он там ходил, кадил, как пели, и вот, когда я в 2000 году, меня там спонсировали, мне, когда я поездил по Москве, в Петербурге был, в Нижнем Новгороде, там, в Кирове, понимаешь, я когда зашел в церкви, я буквально, не знаю, я с некоторых церквей просто уходил через 5 минут, после начала службы, потому что невозможно, как кричат, как кадила машут, буквально, вот крутят им, видишь, что нету благовения, и просто аж плачь внутри, уходишь туда, и все, ищешь где-то вот что-то, где-то более-менее там, какой-нибудь старичок служит, либо что-то такое, туда еще вот, можно сходить. Я сам не видел, а рассказываешь, что приходишь, а там как на базаре ходят все, дети бегают, ходят, тут же покупают, вылавкивают, и отовариваются, тут служба идет под боком. Я молился, прости, Сережа, но когда вот у нас один храм построили, я в то время молился, Господи милостивый, ну, ты все можешь сделать так, чтобы еще там один, и еще там один храм, и там может монастырь, и еще там что-нибудь, понимаешь, и, ну, вот прошло там лет, сколько уже там, 15-20, сейчас у нас уже и монастыри, и женские соборы целые стоят, понимаешь, и там монастырь, и там монастырь, и там соборы, и там соборы, а внутри стоят истуканы, и думаешь, Господи милостивый, действительно, как святые отцы говорили, что не надо строить в последние времена, вот что есть, восстановите, потому что для антихриста строить, и понимаешь, то есть нету веры в живое. Вот этот огромный собор построили, такой внизу зимняя церковь, теплая наверху, большой, и еще даже, только верхи начали возводить, а нижний там еще даже ни отделку не сделали, уже сделали там концерт в этом соборе, еще арматура торчит, там везде все, я правда не ходил на это, но рассказывали, уже там концерт, капелла выступала, там и все, люди приходили, типа там арматура бетон везде, ну вот деньги же, на строительство собора, понимаешь, и вот так. Все это предтечи антихриста, когда он придет, он наполнит все эти помещения, будут забиты людьми, уж он покажет веру, такие чудеса будут. Да, ты представь, какая может быть благодать, да, когда еще только начался храм строить, а там уже концерты, да, и вот буквально, наверное, даже, можно сказать, человека три, вот конкретно я знаю, которые сначала ходили, ну вроде бы красиво, там все, отделка, все такое, походили это с полгода, с год, и один ушел оттуда, второй, третий говорит, не могу там находиться, не могу находиться вот в этом соборе, пошли какие-то маленькие церковушки, там вот так вот. Я благодарю Господу, что лежу, что нахожусь в таком состоянии, что мне не приходится вот это все видеть, слышать вот это все. Ну слушают, конечно, слушать приходится, люди всякое рассказывают, ну а так все, и тему уже веду, вот эту на канале, и там в соцсетях, вот эту тему поднимаем неоднократно. Люди пишут со всех сторон, кто что пишет, свои истории, причем со всего мира пишут. А у нас вот это, а у нас вот это, а у нас вот это, как поначитаешься, как понаслушаешься. Мамочки, что творится? Помоги тебе, Господи Сергий, я рад вообще видеть тебя, как бы, душенька только тебя видела, вот такой внутрь трепет. Да, слава Богу. Господь тебе крест такой дал, да? Ну, кстати, вот такой момент есть, да? О кресте ты размышлял, что такое взять и нести крест? Это самим Господом предложено отказаться от этого нежи. Ну, помнишь, там он сказал сначала слова, надо отвернуться себя, взять крест, да? То есть, вот это вот, ты понимаешь слово отвернуться себя? Ну, почему? Конечно, понимаю. И отвернуться себя, своего я. Я и тружу для Господа, и для людей. Меня уже нет. Уже, как в Евангелии сказано, уже живого не я, но живет во мне Христос. Угу. То есть, без отвержения и креста взять невозможно. Если у тебя еще там допустим, через самомнение, гордость, то все несение креста ни к чему не заводится. То есть, тщеславие, поти, и все такое. Ну, бывает, конечно, всякое, что сатанат бывает, и подступит, и разгневаешься бывает, и с человеком с каким-то там, ну, ну, всякое бывает, чушь, еще пока живые страсти. Ну, стараешься, по крайней мере, пресекать себе это, и скорее каяться. Самый Дух, Дух, Он сразу обличает, Он сразу перестает тебе жить. Как только происходит что-то, опа, все, все, разрыв какой-то, Господи, вернись назад. Господь показывает, где исправить, допустим, или в переписке какой-то, вот с человеком переписываешься, где-то ему что-то не так, или твердо, или как-то поступило, что обидел его, да, все, уже мира нету в душе, стараешься уже, или на следующий день бежишь уже, все там, стараешься уладить, там, все закрепить, ну, да, раз, знаешь, Господь возвращается. Вообще дивно, конечно, как, ну, знаешь, когда опытом все это познаешь, и действительно такая радость, и благодарение такое Господу, Господи, как же ты все просто, премудро вот это устроил, спасение, и в Евангелии ты просто сказал, и ты помогаешь, и внутри даешь, и грешить-то не даешь, то есть, разговариваешь с кем-то, да, и только вот надо бы сказать это, а внутри нет, 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 не надо оболчить, да, понимаешь, прям вот, как, знаешь, как это, как нянечка в детском саду, да, вот дух святый, да, вот, есть детки, она, нянечка с ними там, ну, помоет кого-то, покормит, да, вот такой вот дух святый, вот, у него такие свойства, ограждает, как бы, нет, здесь не надо, здесь сюда не ходи, здесь вот потерпим, варенечка, да, здесь Боженьку поблагодарим, да, тяжело болит, там порой так, аж львёт изнутри, Господи, слава тебе, слава тебе, достойно по греховым, да, действительно же, живёшь, уже не разумением своим, то есть, мозгами думать не надо, с людьми так же, вот, указывает тут же, надо общаться или не надо, вот, допустим, если не послушаешься, у меня такое часто, да и бывает, и вот, недавно было, вот, Господь говорит, не надо ни с этим человеком, не надо, причём говорит один раз, и отходит потом, но всё-таки выходишь на свечу, допустим, с этим человеком, начинаешь общаться, видишь, ну, гулянь, ну, ну, что такое, опять не послушала, и всё, а человек сильно противный, он сказал, не надо, а что, значит, не надо, благодати не дам свою, не будет благодати, а не будет благодати, дай сообщение не будет, понимаешь, от ума что-то там, настолько чувствуешь, что уже, как бы, а что сказать от ума, когда течёт, оно, оно течёт, и радостно, и сладостно, и на душе легко, да, я тебя понимаю, это чувство, то есть, уже не задумываешься, что говорить, а как, а как донести это чувство, я стараюсь, и с ближними тоже, стараешься, и с родителями, там, это же, а как ты откроешь это чувство, его не объяснить, его же надо только испытать, только чтобы сам Господь. Да. Знаешь, у меня были моменты, когда я пытался, ну, вот с тем, кого мне Боженька, допустим, дал для общения, да, я пытался какие-то им объяснять духовные моменты, и ты знаешь, что самое интересное, что эти люди, они их поняли, эти моменты, но лет через 15, лет 15 проходит, и тогда человек уже говорит, да, вот сейчас я понял, то, что ты говорил тогда, вот сейчас оно только открылось, именно опытом, духом, ты представляешь, какая разница, 10-15 лет, когда, вот, познание ума, чтение, человек начинает постигать опытом и духом. Господь вот так работает, а как? Он будет, Господь говорит, все стою и стучу, а кто отворит, а кто отворяет? Человек-то, как это, у кого это написано, что ручка вот эта, да, она находится изнутри, то есть, если Господь сам не открывает двери в наше сердце, да, вот, там ручки нет снаружи, мы только ему отворяем двери свои, вот, а отворять никто не хочет, а как? Я вот говорил тоже с людьми, допустим, ну, с близкими, с родственниками, ну, по поводу, там, увеселительных, там, всяких мероприятий, я говорю, смотри, уже пятый десяток, все такое, пора задуматься, наверное, о вечном, я говорю, ну, Господь нас этому не учит, но хочется еще погрешить, оно же все твое, кажется, это мое, да как я от этого праздник, Новый год, да ты что? Ну, да, а Новый год проходит, и все, и пустота, и пустота, и Бога не нашел, и все это от Господа, и нам что тут тужится, нам только слово говорить его, по возможности, и то не всем, опять же, я сколько раньше, увидишь человек, прям бегом ему, давай сейчас садись, я тебе сейчас все расскажу, осмотришь, что у него все, шторочки на глаза упали, он тебя уже не слышит, это по-хорошему, а то встают, разворачиваются, уходятся с ним. А знаешь здесь, Сереженька, какой момент интересный, да, дело в том, что общению духовному, ему навыкнуться надо, понимаешь, в это входишь годами, постепенно, к благодатному общению, понимаешь, почему вот говорят, что можно там и час, и два, там и пять часов говорить, потому что, когда оно в духе, понимаешь, это как река течет, мы пьем, да, то, что тебе Господь дает, я это пью, то, что мне Господь пьет через меня, ты это пьешь, и мы упоеваемся этой радостью, понимаешь, а человек, ну, представь, ты начинаешь с ним говорить, у него поток огненный, а там куча бесов, и он, один выдержал пять минут, другой там пятнадцать, другой, ну, двадцать, и его уже льет, он не может, понимаешь, поэтому вот эта вот сладость общения, это от благодати, от духа, то есть, к этому прийти надо годами. А тебе-то кажется, что если тебе сейчас так сладко, и тебе, ты сейчас начнешь рассказывать, и он тоже, тебе-то хочется поделиться, у тебя же вот это вот, есть вот это вот радостное блага, это хочется ее, ну, всем раздать, всем-всем, а она не нужна никому. Да, мало кто вмещает на ничего. Да. Ну, что, Александр, поговорили? Да, я рад. Я рад встретиться, познакомиться. Ну, давай, с Богом, радость мне. С Богом, спаси Господи. Спаси Господи. Спасибо. tam, Продолжение следует...